всем добрый вечер и снова здравствуйте и снова с вами александр костенюк для того чтобы в темпе blitz пробежаться по партиям четвертого тура и показать вам основные события того что происходило сегодня вайконзее в принципе да события сегодняшнего дня на доске два короля ничья много интересных партий много теоретических дуэлей но как это не удивительно как это ни странно во всех семи встречах зафиксирован мирный результат как это было первая партия ван форест с карлсоном испанская партия редкий достаточно вариант черные здесь сыграли b5 слон b3 но здесь не слон c5 который гораздо чаще встречается после хода b5 а вот слон b7 после избранного белыми хода d3 слон е7 конь c300 а3 все перешло что-то похожее на испанку закрытую испанку с ходами d3 а3 конь c3 которые так популярно при пешке черных на d6 в основной испанке в последнее время но тем не менее черные здесь пока d6 не сыграли темп они сэкономили здесь бы d6 переводила каким-то теоретическим дуэлем но могу сыграл конь d4 и кстати отмечу отмечу что у магнуса в партии магнуса уже встречалась вот именно эта конкретная позиция против максима вашего графа быстро или в blitz в париже они играли в 2016 году там белые сыграли конь d5 пошли вот на такую интересную структуру которую магнус эту партию он смог выиграть не знаю готовил ли юрдан ван форест именно этот вариант готовился ли к партии или нет так или иначе он сыграл конь е2 решил не сдваивать пешки по линии d свои но проблем у магнуса перед магнусом в этой партии никто белые поставить не смогли сыграли слон g5 это видимо уже определенная неточность поскольку черные смогли ответить d5 ну и здесь размен на d5 это своего рода признание ну не то чтобы фиаско но отказ от борьбы за перевес как надо было играть не знаю опять же это blitz blitz обзор поэтому предположу что может быть может быть возможно было конь g3 продолжить с идеей на d5 уже пойти е5 и и быть лучше подготовленным к ходу d5 так как здесь возможно уже какие-то игры связаны с е5 и в 4 но опять же это все очень очень сложная игра сложное решение насколько это за белых выгодно все-таки у черных очень такой мощный мощный пешечный центр который может пойти вперед белые сыграли слон g5 как я уже сказала и в партии после d5 черные решили все дебютные проблемы и как и в предыдущей партии как и в партии с третьего тура очень старался магнус обыграть своего менее опытного соперника также как и в прошлой партии ему удалось поставить достаточно серьезные проблемы перед белыми выиграть пешку что уже большое достижение и в конце концов после после нескольких ходов получился на доске n шпиль 3 на 2 удалось пешку d магнусу тут собрать не могут белые защитить на 3 очень интересное окончание 3 на 2 не будь вот этой пары легких фигур на доске была бы ничья с наличием с добавлением фигур обычно считается что шансы сильнейшей стороны повышаются в этом энд шпиль но вот не удалось магнусу это продемонстрировать даже каких-то более-менее серьезных проблем поставить перед белыми магнус не смог безусловно еще поиграли шахматисты как-то даже и пешки особо не удалось черным надвинуть а все-таки без надвижения пешек усилить эту позицию нельзя сделали только ход а6 черные ну и затем возможно возможно что-то земнули где-то просчитались но по крайней мере пешку а6 они отдали здесь и выяснилось что король g5 ни к чему не ведет ввиду коня в 3 вилки но на король g7 как было сыграно в партии такой разменной комбинации получилась ничья и через несколько ходов до на доске два короля короля остались согласились на ничью соперники ну что же отличный старт у магнуса карлсона но затем три ничьи посмотрим что будет после выходного дня идем дальше дальше партия ваш я граф давид антон пред нашими взорами и здесь длинная теоретическая дискуссия в контратаке маршала в испанской партии черные смело жертву пешку е5 ну это все очень хорошо известная теория в начале трансляции я рассказывала небольшие детали между разницей d3 d4 вариантами ну вот именно в этой партии очень хорошо видно избранном после избранного черными ходы ферзи h4 эта разница очень хорошо видна 100 пешка на d4 у черных здесь есть очень сильный ход g5 который они обычно делают но так как пешка на d3 стоит ладья защищена и после же 5 пешку просто съедят поэтому ход g5 невозможен избрал антон ход ферзи 5 здесь как я уже отмечала огромное количество теории всевозможной можно ферзем уходить на разные клетки почему уходить ну наверное все таки где-то ладья h4 белые хотят пойти и ферзь h5 это же задать определенные вопросы поэтому уходить убирают ферзя в разные стороны в данном данной партии пошли на f5 конь d2 ферзи 6 где-то черные уже подумывают о марш броске пешки f который часто встречается в атаке маршала ну в этой партии последовал ход слон g4 связка тоже достаточно неприятная все-таки у белых ослаблены белые поля комплекс белых полей в круг короля h3 решили белые сыграть но это наверное все было хорошо известно но может быть не так хорошо но так или иначе известно шахматистам уже играли так нескольких партиях белые черные ферзь h5 g6 ну и здесь последовало ферзь е2 в одной из партий которая смогла найти правда партия сыграна давно но в интернете 2008 году бадур джабава здесь попытался разменять ферзей правда партию даже проиграл но все-таки иногда этот эндшпиль с двумя слонами он даже при лишней пешке у белых черные себя отлично чувствуют а здесь уже и пешки лишней нет но после ферзь е2 не знаю насколько насколько черные могли здесь подумать о перевесе и какие-то более агрессивные попытки рассмотреть не решились они находят g5 пошли ферзь g7 ну и игра перешла в эндшпиль постепенно после таких достаточно необычных правда разменов так вот несколько необычно разменяли фигуры играющие эту партию гроссмейстера ну идея видимо в том что на ферзь h5 здесь слон d1 последует и на слон g4 шах на h2 наверно не столь страшен по крайней мере можно предположить что вот эта позиция она примерно равная так или иначе черные почему-то лишь не решились на нее пойти сыграли слонов 4 ну я думаю здесь на самом деле просто ответ почему не решились и вполне устраивала ничья в этой партии много было переживаний за эти четыре тура и отдохнуть после этих переживаний сделав ничью против одного из рейтинга фаворита турнира давид антон был не против так она и получилась правда помучиться все равно пришлось не знаю кому может быть может быть обеимся обоим соперником вроде как залезла ладья на 7 ряд создала давление неприятное но это давление черные смогли нейтрализовать давайте попробуем разобраться чтобы последовало на взятие но тут на пешка на d3 висит да то есть наверно на взятие слон g7 последовало бы тоже взятие на d3 в той или иной редакции шахом или без белые решили сначала защититься защитить пешку на d3 но тогда черные с контр игрой залезли на второй ряд и много было разменов какой-то момент даже создалось впечатление что белые могут смогут создать какие-то поставить проблемы перед черными но нет проблем поставить не смогли все-таки очень слаб белый король как ни странно это это имеет значение в этом эншпеле вот после хода dc это начинает где-то чувствоваться черные могут пойти ладья аж 8 уже ладья б1 ладья аж 1 какие-то идеи витают в воздухе поэтому белые не решили не решились на ослабление поле е4 правда черные все равно перевели слона на большую диагональ и несмотря на то что у белых лишняя пешка в этой позиции но как я уже отмечала слаб король белых и этот факт очень важен в этом окончании вообще позиция короля бывает важно и в эншпеле вторую пешку тем не менее черные отдали но за это получили получили активность своих фигур король посмотрите на разницу положение короля король черных на е5 в центре мог ли максим несмотря на такую активность черных фигур что-то в этом эншпеле сделать не знаю сложно сказать так быстро но на первый взгляд кажется что активность черных должна быть достаточно для того чтобы но одну уж пешку точно отыграть как это и случилось как это и случилось часто как это и случилось в этой партии ну да и в конце концов поиграли еще ладейник с лишней пешкой но мы знаем что все ладейники ничейные и удалось черным устоять такая интересная ничья интересно мне могли ли черный претендовать на больше в этой партии по выходу из дебюта и чуть чуть позже но вот они очень-очень хотели сделать ничью им это удалось идем дальше так еще один ладейник но тут тоже партия дуда гири тоже очередная дискуссия да безусловная шпиль предыдущей партии очень очень интересный но он не для блиц обзора надо внимательнее смотреть внимательнее анализировать возможно это удастся мне сделать но не в лиц обзоре а чуть попозже а мы переходим к следующей партии янг шиштоф дуда сани шемгири пытался вскрыть вскрыть позицию черных и поставить проблемы в варианте грюнфельда тоже как как не трудно предположить длинный теоретический вариант очень очень много партий сыграно на эту тему черные черные надеются на своего красавца слона на активные фигуры и в данном конкретном варианте белые выигрывают пешку чем-то похоже да на контратаку маршалла с переменной цвета лишняя пешка у белых но но активность на стороне черных и за эту пешку определенная компенсация слов бьется 5 было сыграно уже много партий как я отметила в этой позиции игралась стоит отметить партию сергея каякина против максима вашего графа в которой последовало для бы один в этой позиции и белым удалось партию выиграть но но дуда пошел на вариант с выигрышем пешки отступил конем на а3 хотя отступали на d4 но видимо вот таким вот образом черные начинают приставать к фигурам белых на слон до 4 а4 но как-то кажется что вроде бы все защищено и пешка лишняя но не удается конкретные какие-то удары находятся в распоряжении черных и видимо баланс содержится коня 3 было сыграно в этой партии но тоже не удалось белым каких-то серьезных проблем поставить перед черными еще интересно отметить что все это уже встречалось в партии тьена бакрос максима вашего графа в далеком 2013 году в биле там тоже белым не удалось доказать значение лишней пешки черные сделали ничью ну и здесь в этой партии в этой партии к такому же к такому же исходу достаточно быстро при пришли игроки к мирному коня 6 здесь сыграть не удается за слон d3 лазяев е1 поэтому прогнали слона с активной позиции белые лишняя пешка но но у черных все-таки два слона которые режут позицию ладей замечательно расположены и чтобы реализовать лишнюю пешку иногда надо чуть больше чем просто ее наличие попытались белые что-то сделать перевели коня ну правда это привело к размену пары пешек что на руку защищающиеся стороне ну и и блокада блокада по линии c просто не позволило не позволило белым ничего с этой лишней пешкой сделать вот таким вот образом все закончилось ничьей идем дальше идем дальше есипенко гранделиус ну здесь повезло повезло андрею был разыгран вариант найдерфа редкий вариант за белых избрал андрей слон едва сам по себе не такой часто встречающийся ход охоты в 4 и подавно совсем редкий гость современной практики почему я честно говоря сейчас не чувствую себя в силах и возможностях теоретических познаний чтобы ответить на вопрос как именно черным лучше всего после этого хода играть но этот ход применял том числе анатолий евгеньевич карпов и все-таки все-таки как мне кажется идея хода f4 где-то сыграть f5 прогнать слона с поля е6 закрыть таким образом королевский фланг и возможно где-то даже начать атаку на королевском фланге путем на движение пешек ну и к тому же если слон уйдет ослабится контроль над полем d5 и ходом слон g5 слона 6 можно будет разменять фигуру поставить коня на d5 и определенное определенного перевесом достигнуть ну вот по крайней мере одна из первопроходцев партии в этом варианте карпов мекинг она примерно в таком стиле и развивалась сердце 7 а4 сыграл карпов потом и в 5 пошел слон ушел на b3 но тем не менее вот наличие этого коня на поле d5 несмотря на испорченную пешечную структуру удалось карпову эту партию выиграть в партии же наших дней сегодняшнего дня гранделиус играл слон е7 возникла вот такая позиция и здесь андрей не решился сыграть и в 5 я не знаю входило ли это в его планы хотел ли он сделать этот ход не хотел в чем вообще его было и в чем и дебютная идея основная состояла но так или иначе в этой партии мы не удалось продемонстрировать опасность своей подготовки более того он получил очень неприятную позицию если уж быть совсем откровенными проиграют постепенно как-то это пешка была разменена черные достигли всего того о чем они могут мечтать с и цели анки провели они постепенно d5 подготовили провели ну а когда эти две фигуры ферзь на б7 и слон на d5 оказались напротив белого короля на большой диагонали казалось что все идет к тому что нильс гранделиус одержит третью победу в конзе чуть-чуть ему не хватило какой-то долики везения возможно сказалось за небольшая неуверенность которая появляется в игре каждого шахматиста после поражения все-таки вчера он потерпел достаточно обидное поражение белыми ну и вот сегодня вот вот чего-то не хватило безусловно андрей пытался как можно упорнее защищаться но но до фигуры с грудь и шиеся белые вот так в таком в таком состоянии в котором мы их видим все-таки говорят о том что должны должны были черные серьезный перевес получить так а же последовало конь g3 видимо не захотел делать андрей этот ход виду конь h4 но с другой стороны а же тоже не подарок пешки сдваиваются король ослабляется и все совсем грустно становится но вот здесь как-то не удалось ключики правильные найти к позиции белых чтобы вскрыть позицию белых решил сдвоиться по 5 горизонтали нильс гранделиус может быть это не совсем удачный план может быть лучше было сдваиваться по линии е а затем какие-то забавные варианты я смотрела на компьютере он предлагает перевести ладью на линию ff6 ну и как-то тут очень неуютно белым играть все-таки если если хоть кто-то когда-нибудь одна из тяжелых фигур черных попадет на h5 то на этом парте закончится к тому же есть план с h5 h4 вскрытием позиции короля таким образом но я думаю это не единственный не единственный способ было поставить серьезные проблемы перед белыми но как-то вот черные не смогли не смогли где-то промедлили куда-то фигуры не туда поставили и постепенно андрей уравнял и казалось что все вот она пройдена самое страшное но подкрался цвет нот подкрался цвет нот этот страшный и ужасный цвет нот и вновь вновь что-то пошло не так не знаю где здесь белым надо было играть точнее что здесь сделал не точно андрей но на сороковом ходу у черных был решающий перевес в этой партии все все четыре был сделан ход ну и шахматы иногда игра очень простая здесь надо было просто забрать пешку на b2 вот так вот просто белые мог черные могли выйти из цвет ноты сделать контрольный ход и затем пересчитать материал понять что слон f5 ферзь g3 очень неприятная угроза конь из-за этого никуда не может уйти так держит защищает пешку g3 ну да c4 тоже не проходит и пешка на 2 висит и и ладья где-то провисает в общем неприятно здесь бы очень было играть белым и возможно черные бы смогли довести партию до победы но ох уж эти контрольные ходы король h8 последовало конь h4 сделал ход андрей и может быть и здесь что-то могло как-то могли черные сыграть точнее не знаю не знаю можно ли было сделать например ход слон h3 или нет к чему вот эти все шахи страшные ужасные вели но гранделиус делал ход конем в центр доски а после сердца 8 король h7 ферзь е4 не нашел ничего лучшего чем согласиться на ничью опять же можно ли было продолжать игру не знаю король g8 сыграть с идеей на ферзь a8 где-то король f7 убежать может быть но это уже вопросы для более серьезного анализа не для блиц обзора до 40 ход он часто оказывается роковым идем дальше харе кришна каруана здесь тоже казалось что черные должны должны вот еще немножко еще чуть-чуть и довести партию до победы но видимо зевнул фабиана или не поверил в то что может в этой позиции в позиции которая была в партии играть на победу но давайте посмотрим архангельский вариант продолжение с опять тоже большая длинная теория здесь не будем в нее углубляться но конья 4 просто отмечу что ход невозможен ввиду d5 именно из-за этого черный иногда ходит ладья 8 чтобы защитить этого слона и создать угрозу конь е4 но в этой партии черных другой был план перевели они коня на g6 здесь на е4 побить можно но белые рассчитывают на компенсацию в этом варианте ну или может не ход конь е5 а конь g5 ну или слон f4 ладья c1 что-то такое в общем белые надеются получить компенсацию в этой позиции может быть ввиду этого каруана сыграл конь g6 d5 было сыграно c6 подорвали пешечную цепь белых черные чтобы вскрыть своего слона и такая позиция уже встречалась турнирной практики кабали рагер партия в на чемпионате европы видимо в хорватии в 2010 году белый здесь играли конь d4 принципе логичный кажется ход большинство бы играющих белыми так наверное пошло чтобы перевести коня на f5 ну и партия затем закончилась ничью возможно здесь на самом деле позиция равная наверняка фабиана каруана здесь что-то был готов продемонстрировать но белые сыграли иначе слон c2 и опять же не знаю что намечал харе кришна на этот вариант белыми но никаких дебютных сложностей перед черными он поставить не смог более того позиция стала очень быстро подозрительны у белых кони черные запрыгали по центральным полям очень близко к королю соперника ферзь выскочил честно говоря я когда видел эту позицию мне казалось что каруана сможет сможет довести ее до победы но также как и вчера чего-то не хватило буквально какой-то толики маленькой детали какой сложно сказать все казалось делает хорошо фабиана сыграл d5 создал проходную пешку и вот в этой позиции правда насколько она сильно лучше у черных не знаю но последовал ход ферзь d4 и после конь g6 вот этот эншпиль этот эншпиль выяснилось что не выигран у черных вот такой вот парадокс лишняя фигура а почему-то нет победы что-то неправильно совсем немножко не хватило ну видимо просто считая издалека фабиана решил что здесь выиграна а когда подошел поближе посмотрел на позицию но видимо понял что после ладья b2 ладья b6 пешки белых каким-то неимоверным образом создают серьезные проблемы перед черными не может король на самом деле отлучиться потому что пешку же 6 держат но давайте солнце 4 ход посмотрим на 6 ладья 2 b5 что вообще могло последовать до проблема в том что вот фланг ослаблен королевский если король убегает то видимо просто все пешки собираются поэтому поэтому если вернуться чуть назад промотать хода назад возможно стоит черным посоветовать здесь как-то ходу конь g6 подготовиться может быть пойти ладья d6 с тем что по идее конь g6 не было угрозы ферри d4 оставалась конь f3 ладья d5 забрать поле у коня и здесь белым бы пришлось еще как следует помучиться все таки пешка проходная отдаленная поддерживаемая черными фигурами определенные шансы на успех бы черные мели а вот этот эншпильда с лишней фигурой как ни странно оказался видимо ничейным ну так или иначе здесь я думаю фабиано долго думал все таки уже 42 ход вышли из цветнота ну и на и не нашел ничего лучшего как согласиться на ничью вот такая вот интересная партия вновь упускает свои шансы фабиано каруана переходим к партии донченко вайташек здесь найдор с ходом h3 и очень интересная новинка на 13 ходу белыми была применена ход g4 новое направление обычно здесь все таки избирали более спокойно и 00 ну после же 4 белые кстати в отличие от играющего белыми и сипенко после в 4 здесь александр здесь сыграл f5 и получился такой вот эншпиль отсталая пешка d6 очень интересно здесь черные поступили в партии пожертвовав эту пешку ну или отдав мне кажется они поняли что ну как поняли оценили позицию без пешки вот этот эншпиль как очень тяжело пробиваемый да да или может быть считали что просто невозможно пробить решили что лучше пешку отдать чем пытаться упереться в нее всеми зубами и стоять в защите в обороне можно ли было а возможно ладья d8 просто хода не было доведу слона 5 это тоже такие детали тоже иногда стоит учитывать но так или иначе пешку d6 черные либо потеряли либо пожертвовали ну либо пришлось ему дать получился вот такой вот интересный эншпиль легкофигурный эльшпиль с лишней пешкой у белых на сердцем фланге и так на первый взгляд кажется что ну должно должны как-то пробиваться но потом начинаешь более внимательно смотреть и вот такая деталь огромная деталища как все пешки белых на королевском фланге на белых полях то соответственно необходимость их защищать но особенно тот факт что пешка на f5 нам далеко убежала пешку е4 защитить уже кроме фигурным никто не может также как и пешку h3 но видимо все это говорит о том что до постепенно белые создают проходную на ферзи во фланге но это проходная на 1 единственный никуда не идет и пробиться вот сквозь сквозь такой вот забор из пешек белые не могут попытались они что-то делать но черный кстати очень так уверенно играли а4 такой ход несколько неожиданный ну видимо все хорошо было посчитано оценено и и и черные достаточно убедительно сделали ничего вот такая вот стойка на доске еще еще и белым пришлось демонстрировать ну это я конечно шучу определенную точность но на самом деле ничья позиционная ничья доске и согласились противники на нее в ближайшее время ну и последняя партия которую на самом деле не очень хочется освещать в темпе в темпе блица возможно возможно мы более внимательно ее посмотрим и обсудим с евгением томашевским завтра потому что много всего много всего произошло много яркого красивого и естественно естественно без ошибок без ошибок не удалось обеим обоим соперникам пройти эту партию давайте тем не менее в темпе blitz посмотрим что же в ней произошло вновь вариант защита каракан с третьим е5 и слоны в 5 на сей раз более осторожное более позиционное c3 но недолго эта партия в позиционном русле развивалась h5 пошел алиреса ферруджа вот такой вот смелый пешечный бросок ну используя тот тот факт что ладья еще на линии на линии аж после слона h5 видимо идея использовать вскрытие этой линии а конь белых ушел до от защиты своего короля пешку аж поэтому брать нежелательно не стоит не взял ее ориентаре ферзь b6 b3 была уже партия на эту позицию харулин григорянс моей базе я ее нашла на быстро достаточно завершилась ничью черные продолжили там на движении своей пешки атаку в центре и почему-то белые пошли dc но так или иначе это к этой партии отношения не имеет потому что алиреса атаковал пешечный центр белых но не со стороны c5 а совсем с другого фланга ход f6 последовал такой ход очень смелый все-таки после хода f6 слон h5 уже сыграть можно фе последовало ну и здесь начинаются очень какие-то сложные варианты сложные вопросы белые пошли вперед сделали ход g4 могли ли они побить на d6 на что вообще рассчитывал играющий черными ферруджи в этой партии после d e что он хотел сделать c5 уйти ферзем 3-0 сыграть слон c5 не знаю ответа на этот вопрос у меня нет что могу сказать с уверенностью что тоже бы очень-очень сложная позиция после этого возникла но белые пошли же 4 у них другой план на конкретный вариант еще более конкретно решили они среагировать возможно недооценили жертву качества может быть решили что у них здесь все в полном порядке что-то зевнули где-то просчитались здесь на каждом ходу сложнейшие варианты очень много альтернатив и за белых и за черных пойти конем на f3 или на g2 уйти королем g1 съесть на е5 все это можно сделать в разных вариациях позиция очень конкретная сложная я представляю какие объемы вариантов здесь приходилось за партии на каждом ходу игрокам считать чтобы делать выбор например здесь пойти королем на g2 или наш один как выбрать что посчитать как принять решение король g2 решили сыграть белые c5 пошли черные в 4 сердце 6 такое противостояние здесь возникло неприятная конь большие здесь король на компьютер ратует за ход король g3 ну они сделала его в партии ход король g3 конечно ты же не знаешь что градусник градусник у компьютера тут резко подпрыгивает вверх поэтому я не удивлюсь если играющий белыми даже не рассматривал ход король g3 сделал ход ферзь е1 здесь свою очередь черные сразу могли пойти d4 ход который они сделали в партии но включив ходы слон е7 ладья c1 который выглядит на руку белым как бы белые здесь играли после d4 немедленного cd конь d5 не знаю ладья c1 может быть здесь уже можно на f4 побить после слон е7 правда все переходит к варианту из партии но слон е7 не выглядит обязательно а в партии до последовала слон е7 ладья c1 здесь уже d4 кони кони подбираются все ближе к королю белых ферзь здесь создает неприятное давление по большой диагонали и да и здесь пошли спецэффекты взрывы молния жертвы ладья c3 ладья бьет d4 но это конечно не жертва потому что на конь d4 следует ферзь g2 мат отбивались белые как могли от этой яростной атаки черных фигур опять же какой здесь ход лучший сказать невозможно решил алиреза просто уйти на b8 все-таки времени уже оставалось не так много до контроля еще играть и играть ферзь е3 и вот здесь наверное такой очень важный критический момент в партии решил сыграть алиреза слон g5 такой интересный ход сделать создать угрозу конь h3 может быть может быть можно было сыграть попроще может быть можно было съесть пешку на h5 и потом продолжить атаку но так или иначе слон g5 было сыграно и здесь и здесь белые допустили очень серьезную ошибку и очень неочевидную они сыграли так как наверное сыграл бы ну если не каждый то уж очень многие который оказался бы на месте белых шахматист когда ты находится находишься под прессингом таким очень хочется что-то переломить до эту атаку на контр-атаке сыграть и последовало ладья c5 и все бы было замечательно если бы не одно но о котором мы поговорим чуть позже можно ход который наверно недооценил феруджа хотя с другой стороны ну вот и ход до отступление королем на h1 следовало предпочесть белыми чтобы последовало на это отступление королем я не знаю тут тоже на самом деле варианты честно говоря ну примерно такой вариант ну как его вообще оценить а белые здесь тем не менее побеждают но король h1 был чуть ли не единственным ходом в этой позиции который сохранял напряжение и возможно белые могли доказать что атака черных недостаточно возможно при точной игре эту атаку можно отбить но понимаете что показывает компьютер и его анализы это совершенно не то же самое что происходит в практической партии за доской позиция очень сложная времени мало последовал ход ладья c5 и здесь черные могли победить могли победить но совершенно не очевидно здесь на конь d4 все было бы проще конь е2 партии последовал конь g5 именно на этот ход и рассчитывали белые и после конь е2 король g2 так видимо согласились на ничью сейчас почему-то у меня партия прерывается до согласились на ничью соперники несколько неожиданно не знаю почему я думаю какой-то вечный шаг будет не посмотрела партии до конца но вот эта позиция очень хорошая позиция для решения ход черных черные начинают и выигрывают поднять мне кажется эту идею не так просто но она очень красивая прямо вот очень мне понравилось в принципе не такая сложная но очень красивая а именно ход слон е2 напали на ладью напали да в принципе что в этом красиво ну идея в том что на ладья е4 следует небольшой небольшое упражнение из тактического штурма что и плохо не не просто то что белые теряют ферзя да на то что они его теряют внезапно после после потери ферзя внезапно теряется еще и ладья слон е2 а на ладья е1 следует еще один очень красивый ход может быть он и не единственный который выигрывает но очень симпатичный ладья d1 и слон внезапно нарушает координацию между белых фигур ферзь под боем и к тому же еще и король в какой-то матовой сетке продемонстрирую какой-то вариант кольца 4 например то черные просто тут ставит мат неожиданно ну ставит мат потому что ферзь еще теряется в общем ферзя не спасти на сердце 5 ладья е1 король f2 конь d3 вилка и что самое главное конь просто молодец здесь одновременно нападает на короля на ферзя и защищает ладью что очень очень важно вот таким вот образом алиреса ферруджи мог победить найди он ход слон е2 подними он эту идею слон е2 ладья d1 у нас бы был один победитель был бы один победитель в этом туре до безусловно ход слон е2 очень не очевидны и насколько сложно его поднять наверное может рассказать может рассказать или реза ферруджи не смог он справиться безусловно времени было немного ну не увидел не заметил несколько жаль но так или иначе вот такие вот у нас сегодня результаты после этой ничьи все семь партий все семь ничьих бывает и такое но согласитесь были были яркие яркие встречи яркие партии и и было на что посмотреть и что обсудить это обсуждение мы продолжим завтра с евгением томашевским на каналах ческом ru так что приглашаю всех вечером провести вечер в нашей компании с евгением примерно во время семи до семи тридцати по москве мы планируем выйти на связь так что подключайтесь ждите нашего выхода в эфир на этом я свой блиц обзор четвертого тура заканчиваю вернусь правда после небольшой паузы на свой канал ну а тем кто не будет продолжать смотреть мою трансляцию я желаю хорошего дня спокойной ночи этот обзор вы сможете пересмотреть на канале ческом ru уже буквально через пару часов так что не расстраивайте не расстраивайтесь если не успели полностью его прослушать шанс такой вам предоставится всем большое спасибо за внимание я не прощаюсь с теми кто остается со мной ну и до скорых встреч тогда в любом случае